Итак, мы продолжим тему, вторую тему. На самом деле все темы, они все взаимосвязаны, как вы понимаете. Я предложил тему «Я просто играю рок с вопросом». Ну, опять же, рок, джаз, что-то другое. Потому что есть такое утверждение, известная песня группа «Пилот», которые поют «Я просто играю рок». Мне кажется, что все непросто, и я, например, хотел бы услышать позицию наших сегодняшних. Я играю непросто, и я играю непросто, и я играю непросто. Но эта тема, опять же, она такая простая тема, и это просто жизнь. От нее можно отталкиваться и делать все их ответвления, куда хочет Павел Игорь. Павел Федосов. Здравствуйте. Я готовился, и вторая, первая часть у меня была такая про себя, а вторая больше про ситуацию, в которой... Да, про Кирилла. Я не могу сказать про меня, а про себя про меня. Да, про ситуацию, в которой мы оказались. Но, да, вот первая песня, я, наверное, тут к Диминому вопросу попробую сделать отсылку. Лично для меня очень важное ощущение, и, собственно, песня с этим же связана, ощущение причастности к большой песенной традиции, которая существовала в моей стране в 20 веке, в разных формах, в рок в том числе. Я сейчас по песне «Город мой» я очень благодарен, просто, лично благодарен людям, которые эти песни создавали. Я имею в виду и Аду Джаву, и Цо, и Багэ, и Рисоцкого, и Галича, и много-много их людей. Город мой Я врывался в твои подворотни, Словно выпаять, сжимая без круга Того, кто умеет шалеть. Я укрылся в кварталах твоих Я вписался в твой пейзаж Силуэтом на фоне стены Опыт мой И болели реки вдоль земли И скользили корабли, на которых не могли бы уйти Только оркестр славой нам играет Под землёй эти песни С нами нашей водой Пополагая в тебе свой маршрут Я влетел на твои купола И я дышал твоей редкой листвой Но я боялся твоих тону И я боялся твоих шагов И я боялся твоих голосов И я боялся твоих голосов Обнимая так, что не продохнуть Только оркестр полновой нам играет Под землёй эти песни С нами нашей войной Песня 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 Ты медленно ходишь со мной по городу А дальше А дальше А дальше Песня В городе На самом деле, я бы готовил ряд тезисов, ну это важно, да. Значит, вот действительно Кирилл Игорь написал, и сказал, и спел о том, что мы оказались в ситуации вот этого массированного информационного вала. Просто, ну это общее место, все об этом знаем. И естественным образом, просто какая-то математическая история, что внимание, которое может быть уделено тебе, или твоей песне, или твоему тексту, ну как бы значительно меньше, чем когда вот этого потока не было. И получилось так, что какими бы мы прекрасными не были, но вот у этого жанра очень такая, как бы, скукоженная социальная перспектива, да. То есть у нас вот, ну нет такой работы, нет такой профессии, человек поющий с гитарей свои песни, то есть нет этой индустрии, да. И это, с одной стороны, хорошо, потому что, ну как бы, мы тут не про деньги, да, а про что-то другое. А с другой стороны, как бы грустно. И грустно даже не в связи вот с нами троими, не с нашим поколением, а с теми, кому там 20 лет, да. Вот поэт, что человек, приходящий с гитарей, скажем, в дачу содружества, вот у него, ну какой-то коридор, к которому можно двигаться дальше, чтобы его слушали, чтобы, ну как-то он чувствовал вот эту поддержку, о которой мы говорим вначале, вот он очень узкий, вот почти нет. И вот вопрос, который к себе можно обратить, как к художнику, как к артисту, значит, а насколько вообще ты способен взбыться, как творческая личность, ситуация, которая тебя не предполагает. То есть, ну не должно тебя здесь быть, да. Вот. Значит, я сегодня пою песни, которые посвящены, значит, творческой саморефлексии. Эта песня называется «Дальше», Кирилл, мы с тобой играли, когда ты играл на гармошке. Я думаю, что сейчас тоже можно сделать. Я решаю проблему. Сам раскидал свою жизнь По подвалам и чердакам Сам в себе метил ножи, Сам в себе брал на орган, Сам в себя брал на живца, Сам в себя душил, Но дальше, дальше, дальше. Ползал, как змей, по земле, В непроходимом лесу, Так хотел в нити на след, Но понял, что это не суть, Встал, прорубал себе путь, Медленно цвилился. Медленно цвилился дальше, 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 дальше. Я знаю, однажды Ты мне споешь, И будет твой голос, Как утренний дождь. Я знаю, что ты Протянешь мне руку, И я смогу двигаться дальше. И снова забрать свою жизнь По крупицам и черепкам, И учиться жить не по лжи, И учиться жить во слонгам, И учиться помнить себя, И учиться двигаться дальше, 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 дальше. Даже если очень устал, Даже если просто пропал, Если ты пока еще жив, Ты еще не обосстал, Ты не обосстал быть живым, Ты не обосстал пойти дальше, Дальше, дальше. И, может быть, ты услышишь меня, Пусть даже стопна из тоски из огня, И, может быть, я свою тебе песню, И ты сможешь двигаться дальше. Спасибо. Спасибо. Ну да, про что-то, зачем нужные песни, про моё ощущение. Но продолжаем. Как избытство в той ситуации, которая тебе не предполагает. И вот мне кажется, что вне зависимости от информационного переизбытка, перенасыщенность, есть всегда, и может быть сегодня больше, чем когда-либо, запрос на подлинность, встречу, доверие. И вот сейчас, наверное, главное, что я хотел сказать в этой части, причём мне это довольно сложно сформулировать, в общем, сейчас нельзя быть транслятором смыслов, потому что сейчас смыслом должен стать ты сам. вся твоя жизнь, ну, то есть есть запрос на доверие к человеку, на то, чтобы был человек, который является, не рассказывает про смысл, а сам является смыслом. Вот песни — это часть этой работы. Часть этой работы. Давайте по хлопаем! Вау! Спасибо! Спасибо! Сейчас для многих вот есть такой шнур, он является как раз то, чем ты говоришь, для них шнур. Вот что? Вот таким вот... Сейчас я про шнура, да, мне про шнура, предсказанно сказал Саша Рябьёв, у нас был концерт, он говорит, шнур — это для офисных ребят, которым уже 6 часов хочется домой, надо ещё работать. Они вот ставят шнура и... Ну, тем не менее, как раз селяется, я просто что-то сказал, для многих, которые сейчас шнур. У каждого сливает несколько смысл. Окей. Окей. Да. И как? Это просто? Никак. Невозможно, как бы, ничего сделать. Никак. Он же явление природы. А можно включаться? Нужно, да. Тройная дискуссия. Просто шнур — это человек, который освоил новый способ самопродвижения, а именно клип, который немножко кино. Для меня это прежде всего вот такой вот человек. А вот если бы он не освоил, то он был смыслом до меньшего количества человека. А если бы он сейчас бухал, то он был бы смыслом ещё до меньшего количества человек. Вот. И... А собственно, оно не было, да? Да. Деревное количество поклонников. Ну, как бы, и всё на самом деле. То есть, в таком смысле любой человек может стать смыслом там. Ну, это благодаря поиску нового жанра, а не благодаря песням, по-моему. Слушайте, мне не очень хотелось бы вот сегодня здесь сейчас говорить о Шнуре. Ну, просто... То есть, я могу это сделать, но мне очень дорого наше время и вот наше... Фотопад нашей встречи. Мне есть что-нибудь сказать. Нет, я говорю как пример, мне вот можно другое имя любое назвать там. Я не думаю, что ему доверяют, при том, что ему любят. Вот. Ну, может быть, это доверяют. Вот. Я не думаю, что это история про доверие. Мне кажется, что это прошло по-другому. Может, иметь в виду, важно ли какой смысл? Или не важно? Важно, да. Важно. А как же эта история про то, что неважно, каким был художник Пушкин, Георган, Пастов, Гоанн, то, что он создал? Неважно, каким был человеком, я не верю. Мне кажется, что это время-то прошло. Знаешь, что это история? Я знаю, то есть ты, но... Не важно, что он был наркоманом, не важно, что там, Высоцкий там, и вот так вот столько, главное, какие песни он оставил. Не важно, что он... Мне кажется, что песни органически связаны с тем, с его пороками, в том числе. То есть, вот эта трагическая история его борьбы с этими пороками, она в этих песнях отразилась. А мы, в общем, тоже все больные люди, ничуть не менее, чем Высоцкий, может, по-другому просто. И поэтому нас это так волнует. Я прочитаю стихотворение, я отвечу песням, да? Я прочитаю стихотворение. Я танцам. Кстати, вот про Даня, спасибо, что ты вспомнил, и про смысл. Я, как человек с большой театральной предысторией, просто хотел сказать отдельно, что смысл не обязательно в слове, в звуке, в танце, в движении, в образе. Вот. Новая песня о Москве, но там не песня, это именно стихи, просто там есть про Высоцкий. Да, этот город обречен, но это ничего не значит. Смотри, Москва, я снова плачу в твое бетонное плечо. Ты мой осколок января, разбитый вдрызг ночным трамваем, Ветрами всеми продуваем, я знаю, ты стоишь не зря. Здесь Шпаликов летит, как снег, здесь Левитанский встал, как тополь, Высоцкий увинчен здесь, как штопор, в тугую пробку на кольце. И в этом гуле городском, и в этой толчее тревожной, горит незримо имя Божье, сияет мне ночным окном. Вот, сейчас я спою песню, которая написана в жанре авторской песни. Ну, я бы, она такая. Я специально добро песни, где песни про песни. Все несбыточно и невыразимо в этом мире, не прошедших историй, в этом мире незаконченной боли, и не найдено в доме вещей. От Москвы до Иерусалима я шагаю по берегу моря, Его волнам дыхание вторит, и от этого мне все светлее. И все мне кажется, что кто-то меня мучает, но так ведь это я сам себя мучу. Сам вишу над собою, как туча, и никак не могу отпустить. И все жду, что когда-то будет лучше, И ползу по пустыням зыбучим, Но когда-то ведь надо и жить. Вот, я снова ставлю ногу в стыля, И схвачу по гордонному кругу, Позади себя сам подгоняю, Но сильнее меня вражеская радость. И вот в самое стрёмное время Кто-то вдруг да протянет мне руку, И тихонечко жизнь засияет, Ведь я смог её просто принять. Не будет ни цветов, ни оваций, И не будет ни победы, ни награды, Только самая нужная песня Запоёт из моей литишины. И все те, кто, как я, устал скитаться, Подойдут и рассядутся рядом. Это будет так просто и честно, Ведь мы правда друг другу нужны. Всё несмуточно и невыразимо В этом мире прошедших историй, В этом мире незаконченной боли, И не найденных в доме вещей. От Москвы до Иерусалима Мы шагаем по берегу моря, Слышишь, волну дыхание вторит, И от этого нам всё светлее. От Москвы до Иерусалима Ирусалима 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 Так, вот и, наверное, То, чем я уже дал время, У меня финализировали, Как раз, да. Сейчас я просто вспомню, Потому что, извините. Да, вот, Мне еще кажется, что Немножко вот развивая, И в этом смысле, что смысл это ты сам, я думаю, что поэзией или роком, или рок-н-роллом сегодня является, ну, всегда является, но сегодня как-то внятно очень, не только песня, но и тот, кто ее поет. Твоя поэзия – это не только твое стихотворение, это твоя жизнь, в котором оно, и твой рок, твой рок-н-ролл – это все. То, что мы сейчас с вами здесь сидим, а за окном едут неотложки, и мы в школе сидим, и это тоже, в принципе, это и есть наш рок-н-ролл. Школа рок-н-ролл. Что? Школа рок-н-ролл. Вот мне кажется, такое расширительное понимание, оно какое-то очень существенное. Вот, но, значит, при этом есть очень конкретные проблемы, связанные с отсутствием вот этой, не знаю, индустрии, школы. Во-первых, проблема того, что творческий человек в социальном смысле оказывает совершенно незащищенной позиции. Да. Вот, это, ну, извините, но когда у тебя четверо детей, ты не можешь об этом не думать, да? То есть, как вот, как это решить – непонятно. Ну, как бы, как всем решаем – иметь работу, да, и петь по вчерам. И вторая проблема, которая с этим тоже связана, с моей точки зрения, это проблема очень зыбких критериев качества. То есть, ну, очень сложно, вот насколько, можно задать вопрос, вот насколько в такой ситуации способен состояться большой художник, появится большое произведение, да? Потому что очень много вещей напорывили, на расслаболили, и вот именно выверенной, точной, предельно серьезной, многолетней работы очень сложно организовать в этой ситуации, когда вот эти все… Кирилл? Да, мне просто вспомнился сначала Гоффман, который тоже там где-то работал в какой-то канцелярии, по вечерам там пил пивно и по ночам писал свои произведения. Потом вспомнился Герта, который тоже был, значит, чиновником. Вот. А все это как-то так писалось. Но у них была немножко другая специфика, потому что они не выступали все-таки, мне надо было видеть, они писали и публиковали. Я не говорю, что невозможно большое произведение, возможно, возможно. Нет, я с тобой не спорю, что как бы дерзнул, значит, возвысил глаз от народа и вот что-то такое. Очень хорошо, да. А можно еще, может быть, кто-то помнит фамилию французского художника Наге тоже, который начал писать в 32 года и 28? Гоген. Гоген, вот, тоже Наге. Ну, я-то не Наге. Это проблема. Факт в том, что он стал великим, но мы все знали только после смерти. Это была швеей до 30 лет. Да и Ван Гога, если бы не брат его, кто выучит, да. Он не застоялся. Ну, а когда появлялись все аквариевские в Чекиане, они же тоже не предполагались. Они еще и преследовали. Но с другой стороны у них была среда. Ну, какая у них среда? Ну, граффировку тоже среда. Нет, ну, то есть он мог работать больником в этом самом деле. Ну, они все же не общались. Почему? А мы что не общались? То же самое. Просто у нас время еще будет для общих обсуждений. Может быть, как раз это то, что сто раньше мы собрались, понимаешь? Да. Понимаете, с БГ все-таки... Вот тебе сколько сейчас лет идет? Нет, ну, будет 35. Вот когда БГ был 35, у него все было очень хорошо. Это было уже почти 90-е годы. 10 из них я пою. Это был 90-е годы, он был уже... Ну вот. А Есенина уже давно не был. И Курта Хабель. Как мне сказала какая-то дама, все хорошие люди в вашем возрасте уже умерли. У меня было 28. У меня было 28. Я говорю, у меня 28. Ух! 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 Это все хорошие люди в вашем возрасте. Потом можно вставать в посту типа где я, где я. Слушайте, ну я сегодня, в общем, подобрал очень-очень лирическую вещи и такой же и завершил спор. Да, Дима, извини, я все-таки должен это сказать. Значит, мир лежит во зле. Мир как область, есть чисто богословский принцип. Мир как область человеческих страстей, безусловно, лежит во зле. Мир. Но есть мир, за который распят и страдал Господь. Это в том числе наши отношения. Когда Христос говорит, я посреди вас стою, это тоже проблем. Все мои пути в Твоем. Твоей власти, и я прошу ответить, Должен ли я искать своё счастье? Должен ли я научиться терпеть? Должен ли жить ни на что не надеясь? Должен ли биться поклоном поклон? Или должен биться против ветреных мельниц В этот ветреный, ветреный сезон? Ты мой единственный горлочек, Так помоги мне понять, Должен ли я запеть ещё громче? Или я должен учиться молчать? Ты помоги, чтобы я понял Ты помоги, чтобы ушёл этот страх Ведь я всю свою жизнь иду по твоим ладоням Ведь ты всю мою жизнь держишь меня в руках Ты помоги, чтобы я не надеясь Я бы длинный Можно длинный Да Сколько старшего? Тринадцать Хороший ответ, такой возраст, когда появляются уже более такие претензии на какое-то музыкальное восприятие Ты ему что-то там подсовываешь Либо рекомендуешь именно конкретного исполнителя Либо музыку песни И я всегда так круто Что я, допустим, рекомендуешь? Ну это просто отдельный разговор Вообще про моего старшего сына Я когда-то взял Даже в Фейсбуке Тот самый момент, когда ты хочешь послушать БГА и ребёнок Брауса Он про... Он про... То есть, ну просто у меня очень уникальный настоящий ребёнок Мне кажется, про логическую музыку понимать больше не будет А к твоему интересному слушать Ну это для него как родина, понимаете Он там... Он просто вырос в этом пространстве Вот... Интерьер Что? Интерьер Да, часть интерьера Ну хорошая, я надеюсь Какая-то там... Люстра Нет, у нас в этом смысле В общем симпатия он относится И в этом смысле я, конечно, очень счастливый Он играет на фону А девочка у меня, честно, начала вообще играть на скрипке В общем я надеюсь, что лет через десять мы вас поразим А пожалуйста, вы хотели спросить? Можете спросить Вы сказали, что размышляли на работе и на работе, на работе, что можно их понимать очень широко можно какие-то дополнительные реальности как бы подключать, там, школу, экономику, и сколько-то, да? А я, наоборот, хотел бы сузить, и поэтому спросить конкретные вопросы. Ваш руку, ну, в чем? Причем у меня есть даже свои как бы версии рабочие. Ну, я, понимаете, да, вопрос? Не, не вообще там, как он, как выявление там. Да, конечно, да. Нежная освобождательность. Как видно для вас, что такое ваш руку? Я думаю, что это искусство предельных состояний. Вот, то есть мой руку в том, что то, что делается, и то, про что поется, это ситуация предельная для моей жизни. Вот, то есть в этом, то есть, вы не знаете, видите, вы наше вопрос? Экзистенциальный. Экзистенциальный, да, да. Экзистенциальный орган. Мне кажется, это, ну, я не думаю, я думаю, что они крайние. Все-таки крайние. Они крайние с другой стороны. Да, они уже крайние. Про это не обязательно. Нет, я понимаю, не обязательно. И тем не менее. У вас же есть какая-то середина? Нет. В этом жанре нет середины. В этом жанре нет середины. В этом жанре нет середины. Жизнь не может быть середины. Вот это есть где-то в вашей... Где можно существовать песню одну? Значит, я закончу с хотя бы песней «Моя тирания». Как раз наступает 2017 год. А я выключил, да? Наверное, я выключил. Нет. Инаугурация президента Все происходит с точной дерьмяна. Мы дождали этой минуты Дети прикованы лепкой краном. Тысячи пальцев бьют по плавишам. Время даже летят в газетки И разбросаны улицам Белые флаги и черные метки Да, я врезал на вадонях в пластик Звенел браслетом на ее совестья Но не зови меня на баррикады Моя тирания Моя тирания Это я Это я Вот мы шагаем по нашим улицам Город холоден и тревожен Статуи По белой простыне Ждут гостей У своих подножий В воздух насквозь Пробитым звуками Слышишь, ой, спелы Я слышу пения Ты уйдешь на площадь Моста Белые флаги и черные метки Я иду Как я на ускорение Да, я врезал на вадонях в пластик Звенел браслетом на ее совестья Но не зови меня на баррикады Моя тирания Моя тирания Это я